Вот есть такая штучка. Ламет ха-тамуд алиф. Не только сердце, но и видимо. Ламет ха-тамуд алиф. Мы в прошлый раз начали новую Мишну, проучили только Мишну. Кто напомнит, о чем была Мишна? Кто помнит? Окей, давайте я быстро прочту. Так, все равно Юда тоже читает. Давайте вернемся на Мишну, мы быстро ее пройдем и вспомним, о чем идет речь. Итак, шалоша, рацотла, хазака. Три эрии, три территории, над них распространяется хазака. Что имеется в виду? Теперь сейчас Юда, Вебрия, Орден, Вагали. Юда, эрия, Юда, район Юда, район, область Юда, область восточный берег Вики Иордан и Галиле и Галиле. А такое, как Смайя, тогда не было? Мы сегодня будем о них говорить. Да? Что если у тебя было, у одного была property в Юда, а он сам находился в Галилее, или наоборот, то не будет хазаки, пока они оба не окажутся в одном и том же районе, в одном и той же области. Ама Рабиуда говорит Рабиуда, ло амру шалошаним, зачем сказали три года, это вторая часть Мишны, здесь мы обсуждаем вторую часть Мишны, что сказали три года, элык дешее баспамья вахзик шана, в елху в юдеу шана, в ябол шана херет. Зачем сказать, что должно быть хазака три года? Что если вдруг хозяин property, который находится в земле Израиля, который находится в Аспаме, в удаленном государстве, в стране, то есть в данном случае здесь, и действительно имеется в виду Испания, то чтобы был один год, чтобы он удерживал, находился на property, потом еще один год, чтобы слухи, новости дошли до действительно хозяина этой property, и еще один год, чтобы он мог вернуться и, так сказать, выступить, проклема выступить, как хозяин property. Все помнили? Вспомнили? Back to reality. Да? Поехали. Итак, Гимуа. Маки Савар Танакама. Что считает, что главное, в чем заключается мнение Танакама? Кто такой Танакама? Танакама в переводе на русский, это первый мудрец. Когда Мишна у нас говорится без упоминания имен, как, допустим, здесь говорили Рабиуда, вторая часть Мишны говорит от имени Рабиуда. Если она пишется без упоминания имен, то тогда говорится Танакама. Первый Танакама говорит так. Можно сказать, спешевно, слушай, кто это так называет, все подумают в японском. Танакама. Ну а как в Суши Митсуян назвали? Суши Митсуян. Митсуян. Митсуян, это значит отлично. Прекрасное Суши. Это японское слово. Митсуян. Слышится, как... А то мы только с тобой в субботу вечером там кушали, а ты даже не знал, как они называли. Хорошо, разбирался в яматрии название. Ты просто Суши хотел. Для меня это было абсолютно еврейское название. Никакого... Ну да. Ты знаешь, человек, который для меня тоже дошло не сразу. Я потом, когда увидел, как они написаны, написаны... Митсуян. Самый лучший Суши. Believe me, Марат. Не, я не про качество. А я говорю про качество. А как переводится еще разназвание? Замечательно. Митсуян. Это на иврите Митсуян. The best. Митсуян. Да, окей. Так, мы спрашиваем, какое... Поэтому мы спрашиваем, какое основное мнение Таны Камы в Мишне. На самом деле, я сделал небольшое предисловие здесь, что есть... Мы сейчас будем обсуждать клейм. Заявление хозяина, точнее. И есть два варианта заявления хозяина. Один вариант заявления хозяина это в присутствии, того, кто удерживает property. Второй вариант заявления хозяина не в присутствии того, кто удерживает property. То есть вопрос такой. Или заявление хозяина о этой property вне присутствии того, кто на ней сейчас находится, будет считаться МХА, будет считаться принятым заявлением. Понятно? О чем делать? С этого момента будем говорить слово МХА. МХА – это заявление хозяева. Я не буду каждый раз переводить. Икисаваа спрашивается, если он считает МХА, шилову фанавава МХА, если он считает, что МХА не в присутствии удержателя будет МХА, а филу иуда вы галиль нами, то тогда неважно, где он находится, как в Иуде, так и в Галиле. То есть что он говорит? Если он считает, идет по принципу, что МХА, шилову фанавава МХА, что заявление вне присутствия удержателя будет МХА, то тогда, зачем он говорит, что если он находится в Галилее, а тот находится в Иуде, то тогда МХА его не будет МХА. Какая разница? Ведь там не говорится о том, на каком расстоянии должны находиться друг от друга. Понятен вопрос? В Ики Савар МХА, шиловы фанавловы МХА. А если там считают, что заявление вне присутствии удержателя не является МХА, то тогда филу иуда вы галиль нами, тогда когда они оба находятся в Иуде, тоже не проканывает. Почему? То есть, мы пытаемся понять, что в данном месте считает Танакама. Он считает, заявление хозяина о нелегальном нахождении удержателя этой пропорти на этой пропорти должно быть в присутствии удержателя или не обязательно должно быть в присутствии удержателя. Мы пытаемся выяснить, как считает Танакама. Мы говорим, что тут непонятно. Не понятно, должен быть там этот человек или он может там вообще не быть? Нет, если ты хозяин пропорти, должен ли ты находиться, говорит МХА, в присутствии того, кто на твоей пропорти сейчас находится и говорит, что ты вор? Или ты можешь сказать, Володя, слушай, это Ташер, он вор, он нелегально находится на моей пропорти. Без моего присутствия. Понятно? Понятно два варианта? Смотрите, какая здесь получается интересная фишка. Нам нужно разобраться, по какому мнению он идет. Если он считает, что заявление вне присутствия удержателя будет считаться легальным заявлением, то тогда почему он говорит, что если один находится в Галилее, а другой находится в Иуде, то тогда МХА не будет МХА. Если, guys, guys, проснулись, эй, понятно? МХА заявление. Это если ты находишься, ты находишься на моей пропорти, я говорю, козел, пошел вон. Это является МХА. Протест. Я опротестовываю твое нахождение. Я говорю, что ты здесь, что ты газлан, что ты здесь нелегально находишься. Вопрос или такое заявление, что ты находишься нелегально на моей пропорти, должно быть в твоем присутствии или не обязательно должно быть в твоем присутствии? Достаточно просто двух свидетелей. Если я нахожусь в оба в Иуде... А это Мишна говорит. Танакан говорит, что если оба Иуда, то работают. Если один Галилея, другой в Иуде, то тогда не работают. Теперь, мы спрашиваем, если он считает, что опротестование... Неважно. То же самое. Мы сейчас не обсуждаем, какая разница. Важно, что находятся они в одной области. Но тогда я спрашиваю такой вопрос. Есть ли, по его мнению, что не обязательно присутствие того, кто удерживает пропорти, для того, чтобы это было легально... Почему? Какая разница? Он в Галилее или он в Иуде? Да? А если наоборот, если обязательно должно быть присутствие хозяина пропорти, то оба в Иуде тоже не подходят? Оба в Иуде, это не обязательно, что они оба сидят... Иуда это большое место, или Галилея это большое место. Это не... Нет кабак какой-то, где они в одного кабаке говорят... Нет, это может быть час или два езды от одного места до другого. То какая тогда разница? То есть, в чем наша проблема? Что мы не знаем, по какому мнению идет Танакама. он считает, что протестование должно быть присутствием у удержателя или не обязательно должно быть присутствием у удержателя. Понятно? По тому, что он высказал, это неясно. да? Он считает, что это мнение Танакама. у мишнатейну у мишнатейну бишат хирумшан. А наша мишна, она была написана в момент опасности. Что имеется в виду? Трудно было травить. Да? Не просто трудно было травить, а всегда переход от иуды к Галилее и по сегодняшний день достаточно опасен. И вот здесь как раз идет речь в первую очередь о Шамролине. Самаритяне, которые находились как раз на территории, в районе Шхема, которая лежит на границе между Иудой и Галилеем. Мы туда заселили в течение 70-ти лет пока не... Ворево, неважно сейчас. И переход через эту территорию был опасным. Соответственно, слух о том, что я сказал вору, который сидит сейчас в Галилее, что он делает на моей пропорте, он мог таки до не дойти. Потому что трафик еврейский был очень ограничен. То есть, на самом деле, что мы здесь рассматриваем? Мы рассматриваем очень интересную ситуацию. О том, что, если более глубоко посмотреть, о том, будет ли слух являться легальной единицей. Если Танак... На самом деле, непонятно. Это две разных вещи. То есть, он говорит о том, что есть такое ограничение, что должно находиться в одной области. А потом они рассматривают заявление должно быть присутствием. Какая разница? Подожди, подожди, подожди. Мы в первую очередь должны... Почему мы говорим? Почему он говорит такое в Мишне? Он говорит это в Мишне для того, чтобы тот, который находится на прапорте, он знал, он знал, что хозяина предистоит в этом нахождении. и тогда у него не будет хазаки. Хорошо, но какая разница? Какое это имеет отношение еще к тому условию, что они должны быть в одной области? Мы считаем, что... Окей. Соответственно, с тем, что сказано в конце, Мишне, что мы даем три года для того, что добрали, сообщили хозяину, хозяина, то, что он сделал михаул. Подожди, что целый год добрался слух до земли Израиля или сам хозяин добрался целый год до земли Израиля. Значит, мы на самом деле здесь рассматриваем вопрос о том, должно ли быть в присутствии удержателя протестуали или не должно в присутствии в Мишне. Если не должно в присутствии, то в конце, Мишне, тогда мы даем этот год, потому что он сказал в Испании, пока слух зашел людей, находился в Израиле, пока слух зашел туда. Если нужно, то мы даем эти года для того, чтобы добрался кто-то туда и добрался кто-то обратно. Не слух, а физический человек. Поэтому мы говорим, что в первой части Мишина мы рассматриваем на том, что в одном области мы принимаем, в разных областях слух не дойдет. Но тогда, если он рассматривает слух как легальную единицу, то тогда недостаточно просто сказать, чтобы они находятся в одной области. Они должны находиться, он должен сказать, только пока они будут находиться в одной кровати. Ну, образно говоря. Есть в одной тарелке, тогда опротестование хозяина будет легально. Понятно? Здесь говорится, что наша Мишина не входит в детали. Почему? Потому что даже при том, что Танакама считает, что опротестование вне присутствия удержателя будет легальным опротестованием, он считает, что все равно это не будет легально, если находится в разных областях. Потому что переход в то время через эти области был очень опасным. И поэтому это предотвращалось, то есть слух бы не дошел. Но есть два свидетеля, что он опротестовал, он опротестовал. Естественно, естественно, в любом случае должны быть два свидетеля. Значит, если его нет, этого... Есть два свидетеля, но нам нужно, чтобы тот, который находится на прапорте, знал, что хозяина протестовал. Да, поэтому он говорит, что он должен находиться в одной области, чтобы не было опасности перехода. То есть Танакама всегда так будет держать? Будет держать, что вне его присутствия. Это будет легально. Но это должно быть в одной области, потому что переход в одной области слишком опасен, и слух таки да может не дойти. А если не в одной области, то один может быть, я не знаю, в Брителе, а другой может быть в Хевроне. Но это мнение только Рававы Барманы. Это то, как он объясняет Танакама. Но сейчас будут другие, очевидно. Еще раз. И на этом два раза. Танакама – это первый мудрец? Как-то придется, чтобы Танакама. Танакама – это первый мудрец, первое мнение, которое приводится в Нишне. Инкогнито. Нет, это конкретно еще раз. Нет, 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 нет. Когда у нас идет Мишна в редакции Рабьев Доносев, который не упоминается, сказал там мудрец такой-то, так-то, так-то. Того, кто это говорит, мы называем Танакама. Первый мудрец. Танакама. Первый мудрец. Вымайшана иуда выгалилдинакин. И почему тогда спрашиваем, почему только между Галилеей и Иудой эта проблема, почему он говорит именно об этом. Объясняет. Танакама хочет нам сообщить, что просто иуда и разделение между Иудой и Галилей практически всегда было опасным переходом, начиная с Вавилонского изгнания. Даже и гораздо раньше, на самом деле. Аль-Франс-Ардане церетически касалось с собой Аль-Франс-Ардане было не проблемой. Только через речь. Да, помните, мы еще вчера, в прошлом уроке задавали вопрос, почему не упоминается, говорится, что Иуда и Галиле, Галиле и Иуда не говорится о восточном береге реки Адан. Да, почему? Потому что с какого времени была война между Иудой и Иуда и Исраэль? Еще со времен царей. И всегда это было проблематично. Да, но в Транс-Ардане в то время кому принадлежало? Какое то время? В то время Мишна? Кому она принадлежала? Я даже не знаю, кому она принадлежала. Или ее уже отхватили тогда эти, наверное, соседи на Шаман. По идее она принадлежала Исраэль. По-моему, по идее она была частью Исраэля. Да, верхнюю частью, верхнюю царство. Дальше. Да, так подожди, но в то время, когда вы писали все эти вещи, евреи уже вроде бы там практически... Не важно территория, не важно, во-первых, да, жили. Транс-Ардане, если ты называешь это восточным берегом, то Нардая как раз там и было. Сура, Нардая, все эти места. Да, в северную часть. Нет, нет, нет. В районе Аммана. Да. Дальше. Амара в Иуда. Амара в Иуда, сказал Арав. Эйн Махзеким в Никсей Борех. Нам, соответственно, в тему Мишны приводят еще один закон, что нет понятия хазаки на владениях беглеца. То есть, если кто-то бежит от чего-то, от финансового долга или от какого-то преследования и так далее, и так далее, то мы говорим, что на его property нету такого понятия хазака. То есть, если ты пришел там и поселился три года, у тебя нету хазаки. Почему привилегия? Даже если он убегает от кого-то, это не значит, что его property становится ничейным. Махинация делала. Почему, если человек... Почему, если человек, у него есть какие-то проблемы, почему вдруг его территория, его property должно становиться ничейным. Дальше. Это высказание пришло перед Шмулем. А Марли, он ответил мне, это говорит Рав Иуда. А Рав Иуда, обратите внимание, он всегда приводит, это не тот Рав Иуда, который Мишни, это другой Рав Иуда, это Рав Иуда, он всегда приводит слова Раву Шмуля. Раву Шмуля, это были основатели Вавилонской школы. Что он говорит, это сказал Рав, привел это высказание перед Шмулем, и он сказал следующую вещь. Он спрашивает, что нужно делать о протестовании в его присутствии? В чем вопрос? В чем вопрос? В чем вопрос? Ну? Пусть он убегает, а как он... Почему? Нет. Почему он говорит, что у Бурайха не может быть хазака, у беглеца не может быть хазаки? То есть, на прапорте беглеца не может быть хазаки. Почему? У него нет возможности опротестовать. Естественно, он убегает. Но если мы говорим, он спрашивает, я привел это Шмуль, но почему не может быть хазаки? Если мы говорим, что опротестование не должно быть в присутствии того, кто находится на твоей прапорте, то когда бы он не убежал, он может опротестовать. Какая разница? Понятно? То есть, вся причина, почему мы не даем ему, не говорим, что нет хазаки, потому что нет возможности опротестовать. Как? Понятно? Вы Рав? Это правило. Да. То есть, с этим мне не спорят. Не, не, не. Это Шмуль спорит с Равой. Шмуль и Рава не спорят с Равой. Не, не. У меня просто вопрос. Что вы то, что говорили, что против беглеца нет хазаки, это ру, который не спорит. Нет, это ру, который обеуда приводит от имени Рава. Но Рава и Шмуль, это были два сверстника. То есть, не все с этим согласны? Рава и Шмуль, это было два, так сказать, как в Шамайе и Лей. Да, Шмуль спрашивает, зачем, почему нет хазаки, ведь он может, мы можем, почему мы считаем, что не может хазаки, а протестовать не присутствует Макзика, не присутствует того, кто находится на прапорте. То есть, эти термины на русский язык переводить, на иврите, это одно слово, на русском языке целое предложение. У меня уже язык был. Если говорить по-русски, еще хуже получать. Да. Поэтому я все время пытаюсь сказать, давайте запомним термин, да, мэха. Мэха, это заявление. За это заявление о противостоянии хозяина. Да, хазака, всем понятно. Махзик, Махзик, это тот, который удерживает, тот, у кого хазака. Боров, это который убегает. Да, ну понимаешь, когда говоришь Махзик, тебе нужно перевести тот, который удерживает твой property. Дальше. Вырав, майка маш, что жираф хочет нам сказать своим заявлением? Мы спрашиваем, что по его мнению, Маха вне присутствии Махзика не будет Махаой, или уже так тоже запутались, да? Ну, правильно, так легче. Конечно, так легче. Слов меньше. Мы с вами are true, что маха, а противостояния, вне присутствия удержателя имущества, будет, а противостояния хозяином имущества, вне присутствия удержателя имущества, будет противостояние. А противосто… Да? Мы полем! Мы полем! Мы знаем, что мнение Рава в том, что Меха, который вне присутствии Махзика, будет Мехаой. Тогда почему же он говорит, что он не может быть хазаки на прапорте беглеца? Понятно, почему вопрос такой задают? Или нет? Понятно, Борох? Нет? Сейчас мы объясним. Еще раз. Важнейшее условие того, что у человека может быть хазака или не может быть хазака, это в том, может ли хозяин прапорти опротестовать его там нахождение. Основная причина того, если я нахожусь на твоей прапорте, основная причина того, что у меня будет хазака или не будет хазаки на твоей прапорте, это если у тебя есть возможность опротивоставать то, что я там нахожусь. Скажи, что я нахожусь нелегально. Если у тебя нет такой возможности, просто физически, допустим, тебя оторвали язык или, не дай бог, хаз ушел, или голову отрезали и так далее, тогда, не, ну не хаз, хаз ушел. Тогда уже есть хазака. Тогда уже есть хазака. Если ты находишься в ситуации, в которой ты не можешь, у тебя тионит диву. А если в тюрьму посудили? Нет, ну а если на другую область? Это тот вопрос, который... А если в тюрьму посудили? Опять же, если в тюрьму. Ну, есть тюрьма, в которой можно вести переговоры. Нет возможностей. И поэтому мы говорим, почему Раф говорит, что на имущество беглеца не распространяется хазака, если сам Раф считает, что миха, а противоставание вне присутствии того, кто удерживает property, будет считаться, да, противоставание. Понятно? Раф тама, дитана, диданка, мефарыш. В леи локи саванны. Что мы говорим такую вещь? Что Раф просто объясняет смысл нашей Мишны. Да, почему так написано? Но это не значит, что он считает, что это будет нелегальная миха вне присутствии Махзика. Почему он объясняет? Он говорит, что это дополнительный дин, дополнительный закон, который мы можем выучить из Мишны. Почему? Потому что Бурех, беглец, у беглеца обычно затрудненная связь. с тем местом, откуда он сбежал. То есть, если он убегает, если он убегает, потому что у него финансовые долги, то, естественно, он будет скрываться и не будет держать связь с тем местом, где он находится. Но он не может это делать через двух свидетелей. Но тогда эти свидетели, если он, у него есть финансовая задолженность. А если он пересекал на землю, то, кому он должен пришел требовать его земли. Там мы обсуждали эти кейсы уже. Помнишь, там один мудрец, который там кто-то был мне, отец-сирот был должен ему денег. И пока они были маленькие, потому что они не могут лимхо, то у них не может лимха, он решил пока... Рабуна там или Раб? А, Дарвада, по-моему, там. Пока сиротки подрастут, он потом начнет разбираться, он же свои деньги забирает. Действительно. Рабуна там. Сиротки все равно пока маленькие. Рабуна думал, что это плохое. Вырастут, промотают все. Дальше. Пусть я не вижу, что это... Нужно считать. Дальше. Так? То есть мы понимаем, что Раба сказал это просто, чтобы показать, что у него есть затруднительная связь, и поэтому мы не можем сказать, что у него есть хазага. Точно так же, как иудой и галилея. Понятно? Но сам он тоже считает, что опротивствование вне присутствия Махзика это будет легальным шагом. Махзик — это хазага. Махзик — это удержатель. А, который в данном уровне... Ваик... Вне присутствия... Да, Махзик — это всегда присутствие. Все может держать. Мне присутствие... Что хозяин опротестовывает его присутствие без его присутствия. Без его присутствие? Без присутствие на его прапорте, без присутствия самого Махзика. Не на прапорте перед ним. То есть я говорю тебе и Саше, ты знаешь... То есть я сижу где-то в Галилее... Я говорю тебе и Саше, ты знаешь, Герри сейчас там, это самое, ему квартиру в Русталиме занял. А, кстати, он взял. Поэтому я говорю, что его нету. Вызывает подозрение. Как правило, слухи распространяются быстрее, чем... Сегодня. Тогда не так быстро. Сейчас эти твиттеры... Твиттеры... Такое, что... Такое, что все есть. Мы сейчас... Блим, я и но... Специю про этот... Специю про создателей. Какое-то... Я не понял. Это новая дотка. Связан с этим. Окей, дальше. Вейка, Диамре. И есть другое высказание. То же самое, что мы сейчас сказали, вот этот спор между Равом и Шмуром, который на самом деле не спор. Есть другая герса, есть другое... Она сказана другими словами. То есть, давайте быстро прочитаем, потому что это практически... Да, этот спор представлен другими словами. Амара, вьюда, амара. Рав, махзаким, бенексея, буре. Что Рав говорит, что да, есть хазока, может быть, хазока на имущество беглеца. Ки амарита, камиды шмуль. Что это высказание Рава пришло перед Шмулем. Амар ли, он сказал мне следующую вещь. То есть, Равиуда пришел к Шмулю, сказал, что так сказал Рав. И Шмулю ему сказал следующее. Пшита! Лимхот бефанаву царик. Конечно, есть у него хазака. Что, он должен опротестовывать присутствие того, кто находится на прапорте? Нет, не обязательно. Понятно? То же самое, немножко, что это другой вариант того же самого спора. То есть, и Саша сидит на моей земле в Юде. Я в это время нахожусь в Галилее. Я, без того, что видит Сашу лицо, я могу сидеть там и протестовать, что он не меняет. Нет, по Мишне ты не можешь. Но если он, Саша находится в Бейтеле, и сидит там... Нет, но я же сказал, что он в том, где я в Галилее. Но. Иуда и Галилее, это два района, движение между которыми было осложнено. Поэтому мы говорим, что не будет хазаки. Если вы оба находятся в Юде, но ты сидишь в Хевроне, а Саша находится в Иерусалиме, то тогда у Саши да может быть хазака. Хорошо, но я сидя в Хевроне, могу сказать, Саша, ты там с Юрслем и брать с моей земли. Ты не Саши говоришь, ты мне и Борху говоришь. Да. То есть его рядом с... Мы сейчас будем обсуждать о том, какие... Да, на следующем уроке. Когда мы в одной... Да. Когда не затронена коммуникация, затронена коммуникация между... Мы сейчас с Миноком. На сегодня телефон. Дальше. Вераф, майка Машма. А зачем Жираф сказал то, что он сказал, что да, есть хазака в Иерусалиме, зачем ничего... Он говорит, Пшида, понятно, что есть хазака. Почему? Он говорит такую вещь, что Раву вообще не нужно было это говорить. Что если мы говорим, что тот... что опровержение... опротестование вне присутствии удержателя, оно является опротестованием. Какая разница, это бурех, не бурех, какая... это очевидно из другого закона. Это не нужно говорить отдельным законам. Это первый вариант этого спора. Майка Машма, Майка Машма, Вераф Мак Ямашма. Что хотел сказать нам Рав, в теоретии, что он хотел сказать, что опровержение вне его присутствия будет опровержение, мы это и так знаем, зачем он нам это говорит. Вераф Мак Ямашма. Рав Хадазим. Он говорит, что это было единственное высказывание Рава. Что Рав такого сказал один раз, что это было просто какое-то частное... имеется в виду, что было какое-то частное высказывание не связано с законодательством. То есть по какому-то конкретному поводу он просто сказал, его спросили, предположим, у беглеца у него будет хазака? Он говорит, конечно, у беглеца всегда есть хазака. То есть на беглеца всегда есть хазака. Он не сказал это как Мишну или как Брайсов или как Тусефт. Он сказал это просто как ответ на какой-то вопрос. То есть это одноразово не высказывали. На специфик вопрос. Это не как закон. Поэтому мы не можем задать вопрос, что хотел нам сказать Раф этим законам. А он на самом деле, на самом деле, что хотят сказать вообще этим законам Буреха, что если ты опровергнул в присутствии двух свидетелей, которые не могут передать это МакЗику, которые не могут передать это опротестование находящемуся на прапорте, то это все равно будет считаться МХА. Понятно? То есть, скажем так, Марат с Борохом персоной Нонграда в Израиль. Он не мог попасть в Израиль. Юда находится на моей прапорте в Израиле. Я говорю Марату и Борох, он говорит, мне дошел слух, что Юда находится на моей прапорте, он госгазван, он не имеет права там находиться. Вы никаким образом не можете передать эти слова Юде. Так вот, идея с Борохом заключается в том, что все равно это будет, идея с беглецом, все равно это будет считаться МХА. Достаточно, что я сказал это в присутствии свидетелей. Вопрос такой, с тех пор, как свидетели слушают о протесте, становится ли это приспособление, либо это не дать, не знаете? Мы будем учить это в следующем кейсе. Там потрясающая ситуация есть о том, могут они говорить, должны они говорить. Ну, не то, что должны и должны. Это не становится их приспособлением. Вы понимаете, что это не становится их приспособлением, а что, да, становится не то, что приспособлением. Зачем это нужно? Что когда мы будем судиться, я скажу, у меня есть свидетели, которые слышали мое заявление. Это не свидетели, это свидетели в данном случае не мессенджерс. Вы не являетесь моими мессенджерсами Иуде. Вы являетесь свидетелем того, что я это сказал. И когда, если мы будем судиться, я скажу, у меня есть свидетели, что у меня была МХА. У меня свидетели, что я знаю, что Иуда, что я протестую про то, что Иуда находится незаконно на моей правоте. У Иуды будут свидетели то, что он три года там обрабатывает землю или там трикотаж ее. Но мои свидетели, это две разные вещи. То есть он доказывает свою казаку. Я говорю, доказывает, что у него нету казаки. И что по чеках у него нету казаки, что я протестовал. Вовремя. Так. То есть если я сегодня могла еще год назад слышать, что это моя зима, а я в это время три года... Паша, Паша. Да? Дальше. Да, Мараванан, Скадараванан. Коррумпированным. Да. Что мне объяснили то, что сказал Маршмур. Господин Шмуэль. Так переводится. Господин Шмуэль. Это же он сказал. Если он протестовал в присутствии двух свидетелей, которые могут теоретически даже передать этот протест удержателю. АВМХ, то это будет считаться опротестованием. Да? Это будет считаться легитимным. Да? Легитимным. Не идет речь о том, что они да, передали. А просто эти два свидетеля, те люди, которые слышали от меня это, они в положении, где теоретически они могут передать эту новость люди. Не через себя, сами по себе. Они не обязаны это делать. Что теоретически от них она может дойти. А если он противоставал перед людьми, которые не могут передать эту информацию Юде, передать эту информацию тому, кто удерживает. АВМХ, то это не будет МХ. Это мнение Шмуля. Да? Раббанан говорит, что это то, что Шмуль считается в этом случае. Если у них есть потенция, они теоретически могут передать МХ. Если не могут передать, то не будет МХ. А что Раб говорит по этому поводу? Один скажет другому, другой скажет другому, и так тю-тю-тю, оно все дойдет. Хибруса, получится хибруса. Есть, кстати, очень интересное объяснение. В решении, по-моему, это Морлуха приводит, если не ошибаюсь. Он говорит, что... А, нет, нет, это дальше в Геморье будет. Все, все, я не буду забегать. Не буду, это дальше в Геморье будет. Я вообще решу, что кто-то... Нет, 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 дальше будет Геморье. Не будем забегать прямо. Да? То есть, какое мнение Раббанан говорит? Мир слухами полнится. Да? Что если уже что-то было сказано, неважно, могут они поехать в Израиль? Не могут. Есть у них юдин номер? Так или иначе, до юдин. Да, юдин тогда идет. Да? Ама Раба, Ама Раба, сказал Раба. Илхата, закон такой. Эйн махзекин бани хейсей бурех. Нету... Раба приводит этому всему Бессербору итог. И говорит, закон следующее, что нету возможности хазоки на имущество беглеца. Ну это правильно. Неважно, почему он бежит, никакого отношения к его мужчинам. У маха... У маха... Причина того, что он... Подожди. Подожди. Да? До следующего. Он говорит, что маха шла бы фанайфа, а в маха. Но если... Если есть маха, да? То есть если есть этот беглец, он мог опротестовать мне присутствие того, кто находится на его прапорте, то это будет маха. Изначально нету. Если можно... А такого понятия не было тогда, как ты, например, убежать и убежал? Подожди, Марат. Сейчас, секундочку. Естественный вопрос. Тартей? Он говорит, две вещи вместе, это две... Это именно что Гемора спрашивает. Понятие пропорте такса не существовало тогда? Да? Тартей? Да, да. Ну, Марат, ну одну строчку дай прочесть. Там об этом говорится. Да? Он говорит, тартам, это две противоположные вещи. Он говорит, локаши, да, что это не проблема. Канбурэх Мухаммад Мамо, он бы Канбурэх Мухаммад Марэдин. Да? Здесь он бежит во первом случае, когда мы говорим, что нету хазаки на его прапорте. Да? Кстати, нужно понять, где он говорит, где на что. Потому что мне как раз кажется наоборот. Он говорит, что наоборот, в последнем случае говорится, когда он убегает из-за того, что он задолжал финансово. И тогда его... Нет. И тогда то, что он будет опротестовывать вне присутствия того, кто находится на его прапорте, это будет считаться противостоянием. Соответственно, на его прапорте, да, может быть хазака. Если из-за денег. Если из-за денег. А если из-за убийства, если из-за убийства он сбежал, то тогда хазаки не будет. Почему? Потому что это для опасности для него, для жизни, как бы... Он касается от мужчины и неумышленной убийства. Да, но семья убиена. Я же объясню, там очень интересно объяснение. Но семья убиена может потребоваться... Очень интересное объяснение в решении по этому поводу, по поводу, почему вдруг убийство. Если это связано с убийством, то его не должны запилинговать, так сказать. Значит, семья убиена может... Нет, не имеется в виду, кто говорит, что Ройдов, это другой Дин вообще. Ты говоришь, это про если неумышленное убийство, и он там бежит, и за него отомстить будет, и так далее. Нет, я имею в виду, но он убил кого-то, файн. Супер файн. Ну, секундочку. Но семья убитого, имущество хочет поймать. А какая связь с тем, что он убил кого-то и его имущество? Ну почему? Ну почему-то, если у нас там не око-за око, а что-то... Вместо око берется. Подожди, подожди, подожди. А сколько, кто оценивает стоимость жизни человека? Ну хорошо, жизнь, если там покалечен, если что. Теоретически за это что-то... Это другого, это финансовый долг. Это нельзя финансовый долг. Супер, так нельзя его имущество поймать? Нет. А пользу детей убит? Бат, без социальных программ. Нет, ну как это? Ну так это? Какое отношение имеет в виду убийство к его имуществу? Ну как какое имеет отношение? Убил кормильца, значит имущество должно помочь содержать семью убийцу. Решил кто? Суд. Когда суд это решит, тогда будет разговор. Но они просто так, родственники убитого, они могут прийти, мы забиваем его там, кока-колу, фабрику. Какая связь, да? Но интересно, что в решении, на самом деле они говорят, что Мерадин не идет речь о убийстве, что он действительно кого-то убил. А идет речь о том, что кто-то его вызвал на поединок. На дуэль. И он не хочет драться на дуэли, и он убегает. И для того, чтобы его не нашли, он, соответственно, скрывается и поэтому не будет хазоки на его правду. Ну, это не обязательно дуэль, то есть имеется ввиду какой-то там физический ритм. Дертановича? Окей, на этом мы остановимся. Я там прочту смешно. Вот сейчас можно. А если он из-за денег бежит, то он может...